В Кирове 13.06 начинается программа «Особое мнение». Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Своим особым мнением сегодня с нами поделится Олег Кассин, президент и председатель правления Кировского фонда поддержки предпринимательства и содействия. Добрый день. На сайте Кирова.ру, как обычно, можно и послушать, и посмотреть наш эфир прямой, затем в записи выкладывается он там. И к тому же в специальной программе «Особое мнение» есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать свой вопрос гостю нашей студии. Олег Владимирович, я посмотрел, вы практически уже 10 лет содействия возглавляете, но если быть точным, да, чем сейчас живет организация? Содействие, исходя из слова, то есть совместное действие, да, совместная работа, совместное усилие. Чем сейчас занимается организация в наших непростых таких экономических и прочих условиях? Ну, до 10-летнего юбилея нужно еще дожить. Желаем дожить. Да, я надеюсь и уверен, что доживем. В любом случае, юбилей мы будем отмечать в 2018 году, да, но до 2018 года постараемся и надеемся, что мы встретим его вместе с жителями Кировской области, вместе с вами, уже в более подходящей, благоприятной экономической среде. Вот для этого мы... Надежда, она всегда есть, и главное уверенность, что мы этого сможем достичь. В чем сейчас суть деятельности фонда? Суть деятельности фонда, она как и раньше была, так и сейчас остается. Мы представляем интересы бизнес-сообщества и продвигаем бизнес-интересы конкретных компаний. Вот, если кратко... С правительством региона тоже взаимодействуем? Безусловно, и с правительством региона, взаимодействуем, и с муниципальными самоуправлениями Кировской области, их 45 у нас, и с иными организациями, учреждениями. Все это наши партнеры, наши хорошие, надежные, добрые партнеры. Вы принимали непосредственное участие в разработке инвестиционной программы региона до 2020 года. И вот что сейчас с этой программой происходит в связи с тем, что руководство региона новое, задачи ставятся новые, а как инвест-программа? Она корректируется каким-то образом? Да, конечно же, безусловно. Инвестиционная стратегия Кировской области до 2020 года, она была принята в том числе и с нашим участием. На тот момент... Она была в каком году? В 2014 году. В 2014 году, да. На тот момент мы действительно вокруг этой стратегии нашими достаточно серьезно спорили, говорили, доказывали свою точку зрения, нашли компромиссные варианты. И на тот момент она являлась актуальной для Кировской области, для развития, для экономического роста. На сегодняшний день она требует до такой степени актуализации на сегодняшний, 2016 год. Что в основном? Что мы рекомендовали правительству Кировской области в заседание экспертной группы, о чем внесли соответствующие записи протокола заседания и направили в правительство Кировской области. Что нужна новая стратегия экономического роста Кировской области. То есть новая абсолютно. Новая абсолютно. С тех пор очень многое изменилось, в том числе и руководство региона. Декларируется новым руководством региона несколько иные подходы. Но это декларации. Их теперь нужно приземлять в район, скажем так, конкретного документа, утвержденного стратегией. Давайте на конкретных примерах. Несколько хотя бы приведем. Первое и самое главное, нужно сделать акцент на развитии экономик муниципальных образований. Никакой экономики Кировской области не будет, если не будет совокупности экономик муниципальных образований. Вот туда надо направить все свои силы и все свои ресурсы и весь интеллектуальный потенциал. Что это? Создание новых производств? Не знаю. В первую очередь... Реорганизация старых. В первую очередь нужно взять, проинвентаризировать те ресурсы, которые у нас уже сейчас есть. А их немало на самом деле. Если мы даже возьмем госпрограммы Кировской области, то зачастую вот эти госпрограммы дублируют друг друга в некоторых мероприятиях. Значит, исключить лишние и вот сэкономленные оставшиеся ресурсы, это я просто даже про финансы говорю, направить, как раз, на развитие муниципалитетов. Мы предлагаем в том числе создать систему финансовой мотивации муниципальных образований, которые создают благоприятный инвестиционный климат в своем муниципалитете. Что такое, поясните? Ну, дополнительные, например, субсидии, субвенции из регионального бюджета. Потому что сейчас, на данный момент, мы сталкиваемся с тем, что муниципалитеты несколько опасаются. Они говорят о том, что, ну что, мы создадим замечательную экономику у себя в муниципалитете, начнем собирать больше налогов, но нам просто урежут субсидии. То есть, при всем при том, что мы поработали... Спалка от двух концов получается. Да, действительно не так. Так вот, в первую очередь, надо создать эту систему финансовой мотивации и декларировать, то есть гарантировать главе региона муниципальным образованием, что политика будет именно такая. Привлекаете больше доходов, мы в вас больше и вкладываем. А то есть, наоборот, перевернуть? Конечно. А теперь-то ведь как происходит? Деньги потрачены, деньги неэффективно потрачены, предположим, в каком-то муниципалитете. Хотя таких, я надеюсь, не останется в скором времени у нас. Но тогда получаете больше денег. Ну, просто потому что вот надо же платить учителям, врачам и так далее. Надо развернуть ситуацию. И я вижу такой тренд. У нас какое количество вообще этих муниципалитетов способных создать такую мощную экономику у себя на месте? Они все способны? Все 45 муниципальных образований Кировской области. Я в это верю. Это не только мое личное мнение. Недавно мы обсуждали вот наше предложение, в том числе и систему финансовой мотивации с научным сообществом. Все в один голос говорят, да, действительно, муниципалитеты могут стать точкой роста как раз для экономики Кировской области всей. То есть в каждом муниципалитете есть амбициозные, квалифицированные кадры, которые могут и хотят сделать экономику в конкретном муниципалитете лучше. То есть чтобы жителям жилось лучше и комфортнее, и они никогда не хотели уезжать, а развивались там, где они родились. Вот, примерно так. Это единственная причина, которой не развивается экономика в муниципалитете. Как я имею в виду, причина обрезания субсидий. Нет, конечно. Это же целый комплекс причин. Мы просто начали говорить. В городе их узел какой-то. Да, там ситуация такая, первая, это, конечно, профессиональная команда. Над профессионализмом команды, я имею в виду, муниципальных служащих нужно работать. Но нужно не забывать, что вот эта стратегия муниципальная, предположим, по развитию муниципалитета конкретно, должна быть поддержана и гражданским обществом, и предпринимательским сообществом, ну и в том числе муниципальным самоуправлением. Кроме того, поддержана еще и научным сообществом, и экспертным. А научное сообщество с кем вы общались? Мы сюда, с опорным университетом, мы совсем недавно, по-моему, две недели назад, проводили мероприятие в рамках гражданского форума 2016 года. И вот там все эти вопросы экономики роста Кировской области мы обсудили. В общем-то договорились встречаться и готовить эти предложения, и прорабатывать и дальше. А доносить эти вещи до руководителей муниципалитетов каким образом? Вдалбливать им? Нет, ничего вдалбливать не нужно. У нас есть такой замечательный инструмент, нам в этом плане повезло, наверное, мы являемся счастливым исключением, являясь руководителем экспертной группы Кировской области, агентства стратегических инициатив. Поэтому мы готовим протокол своих заседаний, а я напомню, в эту экспертную группу входят 20 экспертов, мнения которых достаточно весомые, и люди-то не авторитетные. Там у нас заседает и Владимир Сергеевич Сизов, профессор. Ректор Угенского социально-экономического института. Николай Михайлович Липатников. Президент РТП. Медведков Виктор Иванович. Соответственно, мы этот протокол готовим, направляем в правительство Кировской области и направляем в город Москва, в агентство стратегических инициатив. Соответственно, шанс, что к нашим замечаниям не прислушаться, весьма мог. — Еще проблемы конкретные, что нужно менять в этой стратегии? Муниципалитеты, поднимать их экономику. — Да. — Что еще? — Менять, нужно писать новую, я уже как сказал, актуализировать ту старую, я думаю, что не представляется возможным. У нас теперь появляются новые реалии. Мы все знаем с вами, что мы там налоги замечательно собираем и администрируем. Но теперь нужно расширять налоговую базу, потому что больше собирать вряд ли получится. — Давайте про налоги мы уже после небольшой паузы поговорим. Напомню, что это особое мнение Олега Кассина, президента и представителя правления Кировского фонда поддержки предпринимательства содействия. Наша беседа с Олегом Кассиным продолжается, это его особое мнение. К теме налогов переходим. Недавно была опубликована информация о том, что региональное правительство совместно с налоговиками собирается составить черный список предпринимателей, которые работают нелегально или полулегально. К примеру, в лесной отрасли информация о недобросовестных налогоплательщиках позволит выстраивать надежные связи внутри бизнес-сообщества, а также между предпринимателями и властью, уверенные налоговики. Каковы последствия могут быть такой работы, на ваш взгляд? И про расширение налоговой базы мы тоже об этом поверим. Логичным было бы предположить, что этот черный список будет составляться на основании какой-то проверенной и достоверной информации. Как мне по практике известно, такая информация может быть получена только из суда. Я сейчас говорю о презумпции добросовестности и презумпции невиновности. То есть ни один человек, ни одна компания не может быть признана либо виновной, либо недобросовестной, кроме того, по решению суда. Этот принцип вообще известен. Но, с другой стороны, в практике уже управление Федеральной налоговой службы давно уже существует такая презумпция необходимости проверять своего контрагента на его, скажем так, неоднодневность и на его добропорядочность. В общем, его имя, его вес вообще. Есть перечень документов, которые я всегда рекомендую предпринимателей запрашивать у контрагента, чтобы обезопасить себя от последствий, скажем так, нехороших претензий со стороны Федеральной налоговой службы. Так вот, с одной стороны, вроде бы черный список – это хорошо, потому что ты видишь там своего контрагента и говоришь, нет, спасибо, я с ним работать не буду. И это для добросовестных предпринимателей, конечно, плюс. Технически это хорошо. Но, вот как это будет реализовываться на практике, я даже себе не представляю, как можно черного предпринимателя, который я буду внести в этот список. Ну, начнем с того, что в черный, значит, не как предприниматель, значит, он не предприниматель, значит, он туда не попадает. Ну, раз не предприниматель, как же он туда попадет. Поэтому проверяй, не проверяй таких. Ну, к сожалению, это ведь область деятельности, как раз правоохранительных органов. И тут я боюсь, что мы не заберем ли мы у них хлеб с этими черными списками. Они-то чем будут заниматься? Если полулегальный, ну вот эту полулегальность, еще раз повторяю, надо доказать. У него есть свидетельство ИП или свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ИНН. Все, пожалуйста. В Росстате вы запросили, у него бухгалтерский, это баланс. Налоги платят, да, мало, немного, но платят. То есть у меня, как у добросовестного контрагента возникают. Почему же я с ним не могу работать? А такого основания отказать в работе человеку, как черный список, ну, в законодательстве вообще-то не предусмотрен. Вот и получается. Вопрос реализации. Да, хорошо, черный список замечательный. Как он будет реализован? Ведь никакой расшифровки-то нет пока. Так, проблема ясна. Хорошо, давайте еще лесной отрасли коснемся. Тоже областные власти заявили о том, что предстоит создать реестр недобросовестных арендаторов леса, который будет находиться тоже, кстати, в открытом доступе. Планируется ввести дополнительные условия при проведении аукционов для лесопользователей. Обязательными условиями станут отсутствие заложенности по налогам, открытие новых рабочих мест, обязанность установить зарплату своим работникам не менее средней по региону, ну и прочее еще. Космический мониторинг, аэросъемка и так далее. Вот с лесом у нас долгие годы, как известно, в регионе были проблемы. И что, вы верите в то, что сейчас это все может измениться резко в положительную сторону и наведен порядок? Именно вот такими методами. Я не верю, что это резко получится, но порядок наводить, безусловно, надо. И не только методом кнута, но и методом пряника. Вот черный список в области лесопользования, при проработке достаточно серьезных критериев отнесения в этот черный список, наверное, поможет повысить собираемость этой же рендной платы с пользой лесами. Ну, это критерии все достаточно прозрачные. Если человек не платит, предприниматель не платит, то ООШК не платит, или акционерное общество, это же сразу видно. И тогда, да, действительно, какие основания давать им еще дополнительно, какие там лесные участки, если они за эти рассчитаться не могут. Ну, вполне возможно, идея здравая. Но, опять же, вопрос к критериям отнесения в этот черный список, так называем. А так, приветствую. Вы помните, когда в революции губернатора критиковал лесную отрасль, он договорил, что мы пересказывали, что мы можем миллиарды на ней зарабатывать, и зарабатываем во много раз меньше. Согласны? Да, согласен. Действительно, при создании достаточно благоприятного делового инвестиционного климата, мы можем миллиарды. Только это касается другой любой отрасли реальной экономики. Да, это можно, конечно. Но я бы еще раз хотел акцентировать внимание. Тут мы не одни во всей стране в такой ситуации, когда несколько ужесточаются, как кажется, правила игры. На самом деле все должны понимать, я имею в виду предпринимателей, о том, что правила игры, они не то чтобы ужесточаются, но становятся неотвратимыми. Знаете, как в этой пословице? Две вещи, которых нельзя избежать. Смерть и уплата налоги. Так вот, уплачивать налоги, предупреждая просто все, теперь становится не просто модно, но и жизненно, необходимо. Потому что теперь существуют такие методы контроля, и уже выработана практика правоприменительная, при которой не платить налоги становится невозможным. Поэтому оптимизировать до бесконечности и теми методами, которыми это делали раньше предприниматели, уже невозможно. Поэтому надо перестраивать свою работу и выстраивать стратегию каждому конкретному предприятию. Ну вот то, что кашается еще лесу на лесной отрасли, хочу спросить. Ведь есть регионы, северные регионы, где вроде бы все в порядке с этим. Может быть взять вот эту модель, перенести ее сюда, не изобретать ничего. Возможно ведь? Конечно, нужно в первую очередь ориентироваться на лучшие региональные практики из других регионов. Ну, не зря у нас пригласили биржу в регионы Санкт-Петербурга. Вот ровно поэтому. У них там уже это все наработано. Это так делается, так работает. Поэтому еще зазорного в том, чтобы перенимать лучшие практики и делать их лучше здесь, на территории Кировской области, еще зазорного нет. Но тут надо, конечно, смотреть, как это будет работать у нас и применять достаточно творчески опыт чужих, там, соседних регионов на нашей почве, возможно, поэтапно, а не сразу, чтобы не казалось, что прям репрессии начались. Расширение налоговой базы. Одно из ваших предложений, это о чем вы говорите? А, это как раз о том, что у нас очень мало, малого и среднего бизнеса, я про крупность сейчас не говорю, там особо интересная ситуация другая, о том, что у нас много способных, замечательных, креативных, образованных людей, которые могли бы пойти в реальную экономику, в том числе и сферы государственного и муниципального управления. Становиться предпринимателем. Точно, становиться предпринимателем. Но для этого нужно, конечно же, в некотором роде облегчить им вхождение в эту стезю, то есть создать благоприятный климат. И в этом направлении работа, конечно, ведется, не так быстро, как бы хотелось, но она ведется. Кстати, в том числе с помощью КМУТА. Если вы сейчас посмотрите, на какое количество идет сокращений по государственным учреждениям, муниципальным учреждениям, то вы поймете, как бы, либо эти люди будут бизнесменами, да, либо эти люди пополнят ряды безработных. Сейчас я пытаюсь представить реальную картинку, кто бы мог стать, какая бы структура в официальном списке властных структур могла бы стать самостоятельным. Не знаю, приходит на ум там правительство области, у него есть свое автохозяйство. Автохозяйство, что ли, самостоятельным сделать компанией какой-то, которая за деньги будет? Есть другие, например, организации, давайте возьмем, например, муниципальную организацию такую, Гордор Мустро. Гордор Мустро, да. Они же акционируются. Далее будет логично предположить, что они станут свои пакеты акций потихонечку продавать в частные руки эффективным пользователям. Вот, пожалуйста, вот вам бизнес. То же самое мы можем говорить, ну, я так думаю, что там процентов 50 государственных учреждений. А, кстати, приватизация мупов городских. Тема, которая сейчас прорабатывается. Замечательно, замечательно. И этим нужно заниматься. Сначала их нужно акционировать, безусловно, как переходную модель, чтобы не делать это резко. Готовить их к приватизации, а потом уже приватизировать. Вот, как делается на федеральном уровне. Огромное количество, кстати, в этом процессе я поучаствовал в городе Москва, был в совете директоров одного из предприятий, которое сначала было ГОПом, потом стало акционерным обществом, потом нас, независимых экспертов, пригласили работать и готовить в качестве следового совета директоров к приватизации это предприятие. И потом продается. Понимаете, вот технологии, они есть, их надо перенимать, улучшать и реализовывать. Вот поэтому мы предлагаем формировать новую экономическую стратегию Кировской области, именно роста. А не стагнации, ни в коем случае не стабилизация. Пару минут остается до рекламы. Давайте тему налогов в рамках вашего особого мнения сегодня добьем. Фискальная политика на федеральном уровне развернулась в дискуссии, как известно, по поводу введения прогрессивного налога на доходы физических лиц. И Минфин Антон Силованов заявил, что это может стать реальностью после 2018 года. И вице-премьер Ольга Голодец недавно подтвердила, что тема эта обсуждается. Вы запротив. Вы знаете, вот зарабатываешь больше, платишь больше. Да? Замечательное предложение. Ну, я предлагаю его рассматривать в комплексе. То есть, если мы говорим о НДФЛе, о повышении его зарабатываешь больше, платишь больше, да, и это нужно сделать, но одновременно нужно снизить нагрузку на предприятие. То есть, корпоративные налоги уменьшить, а налоги наличное, скажем так, потребление увеличить. Вот тогда у нас будет замечательный эффект. Сейчас перекос. Что это даст? Сейчас, получается, перекос у нас небольшой. То есть, выгодно будет заниматься бизнесом и выгодно будет вкладывать, инвестировать в свой бизнес, а не как сейчас, выводить это и увозить куда-то там за рубеж или еще как-то тратить на шикарную жизнь и там потребление. А вкладывать, инвестировать в улучшение производства своего бизнеса, сервиса, это все равно. Ну и плюсом ко всему, в качестве там альтернативного предложения, чтобы поравновесить, вот бедных людей наших, которые там нищают стремительно, к сожалению, можно бы от НДФЛ вообще бы освободить. Тогда спрос-то повысится. А где вы видите, не думали над этим порогом в рублях? Я думаю, что смело можно до 15 тысяч, там, два мрота освобождать, потому что у нас уже сложившаяся там традиция, два мрот, как вот некий порог. До 15 тысяч рублей и человек эти 13 процентов, чтобы не платил. вовсе, да он это потратит, вот я вас уверяю, на питание, на образование просто будет еще один потребитель. Хорошо, особое мнение, сейчас сделаем паузу, у нас реклама и скоро продолжим наш разговор. И сегодня это особое мнение Олега Кассина, президента и представителя правления Кировского фонда поддержки предпринимательства содействия. Я сейчас предлагаю продолжить тем, о чем заговорили мы в перерыве, Кировский бизнес сначала попросили помочь хоккейной команде Родина, и на следующий день, а именно сегодня или нет, вчера, ну ладно, не суть, появилась информация, что бизнес уже согласился. В перечне тех, кто будет помогать, система Глобус, Доронич и Здраво, Вахруши, Юфть, Белка, Лепси, Маяк, Сельмаш, в общем, все наши известные компании. Была озвучена сумма, 40 миллионов рублей, это те деньги, которые требуются Родине на то, чтобы в этом сезоне выступать, в попечительский совет Родины вошел временно исполняющий губернатора Игорь Васильев, он ранее и еще некоторые члены правительства купили абонементы на Игры Родины, ну как вот вам вся эта история? Я всегда говорил о том, что наш бизнес вятский, социально ответственный, как ни крути, потому что у нас в принципе мало, все на виду, поэтому хорошее начинание, если будет поддержана команда Родины, я сам не болельщик, честно вам скажу, я не понимаю, что вообще происходит на поле как-то, ну это будет замечательно, ведь много людей болеют, ходят и отдыхают на этих мероприятиях, я имею в виду спортивные соревнования, поэтому если бизнес помогает, если находит время, деньги, ресурсы, так это замечательно, а тем более если ни копейки не тратится из бюджета, да, их бюджета не тратится, я обомеру комиза, и было заявлено, что нельзя тратить, не целевое бы расходное не получилось, и соответственно такую практику нужно продолжать. Ну интернет-сообщество так разделилось, мнения его разделились по данному факту, очень много комментариев появилось, знаете, такого рода, что Родина ярких результатов не показывает уже много лет, зачем же ее поддерживать, зачем же такие миллионы выделять, лучше, допустим, пустить их в другие сферы, ну как это обычно было, разделяете такие статистические. Да, вот поэтому мы Родину не поддерживаем, фонд наш, если люди находят силы и возможности поддерживать, ну пожалуйста, мнений-то множество может быть, но это в конечном итоге финансы самих предпринимателей, и им решать, что делать с этими финансами, тем более, я так понимаю, что это небольшие деньги для того количества предприятий, которые вы сейчас озвучили. В общем, скинуться всем миром и... Ну замечательно. Не убудет. Ведь никого абсолютно не заставляют, насколько я понимаю, скидываться. Дело-то сугубо добровольное. Поэтому если люди готовы скидываться, они скидываются. Если нет, ну... А команда должна, вот именно Родина, зарабатывать сама, как вы думаете, то, что меняли уже много-много раз, что нужно спонсорские контракты заключать? В какой-то степени, конечно. Ну я не думаю, что это бизнес, тем более, это какой-то там большой бизнес. Вряд ли. На выживание на своем, они, да, должны к этому стремиться. В любом случае, любая организация должна, в первую очередь, думать о выживаемости своей, а уже потом о развитии. Конечно, должна. Но вот вряд ли они смогут окупить свои расходы. Вот сомнения меня одолевают. Хорошо, давайте к другой теме перейдем. Прямо вот конкретной. В конце ноября в нашем городе открылся Leroy Merlin, всемирно известный бренд, гипермаркет строительных материалов, отделочных, товаров для дома и так далее, и тому подобное. Интернет тоже разразился такими речами и комментариями по поводу того, ну все, нашим местным строительным магазинам пришел конец, ну или скоро придет конец. Ваша позиция как эксперта? Я безусловно в этих вопросах. Приход любого большого эффективного, эффективного, повторяю, игрока на любой рынок, а вы, конечно, серьезно меняет ландшафт. Да, многие предприниматели, многие организации, многие магазины стройматериалов, они, скорее всего, закроются. Но останутся только те, кто вовремя свою деятельность переориентирует на формат у дома. Я вас уверяю, что вы на другой конец... Шаговой доступности? Да, я имею в виду шаговую доступность. Вы там за шурупиком, за отверточкой не побежите в Леруа, Марлен, другой конец города, если у вас рядышком в шаговой доступности есть хороший магазин с добрым, знакомым вам хозяином. Так у нас город небольшой, в общем-то, у нас все практически в шаговой доступности. Вот ты живешь в центре, в центре масса таких магазинов, ты живешь на юго-западе, есть там магазины. Так и вот и пожалуйста. Вот это конкуренция Леруа, Марлен. Может, как-то иначе еще форматировать работу, пытаться на ценах выбирать? Да можно даже доставлять до квартиры покупателя, пожалуйста. То есть, как негативные стороны приход большого игрока несет, так и позитивные. То есть, люди начинают думать, начинают выживать, начинают развивать свой бизнес, и поэтому как раз развивать другие форматы, нетрадиционные, не такие были, как раньше. Это хорошо. В гипермаркете там открылся на Луганской, и он сразу ведь автобус запустил. Замечательно. Да и даже, наверное, и бесплатно ездят. Не уверен. Ну, в Москве. Не уверен, да. Хорошо. Ну, если все-таки пойдут за советом эти предприниматели наши кировские, занимающиеся этим бизнесом, за поддержкой, куда-то, жаловаться на что-то, будут способны решить эти вопросы? Конечно. Это наша работа, безусловно. У нас достаточно, как вы сказали, богатый опытом. Порядка восьми лет мы этим занимаемся. И результаты у нас в ста процентов не покривлю душой. Мы помогали предпринимателям и финансовым, и разрабатывая стратегию. У нас есть партнерские соглашения с маркетологами. Поможем? Приходите. Хорошо. Еще одна тема, тоже прозвучавшая в последние дни. Вятский госуниверситет в соглашении с обл. правительством отобрал первую группу губернаторского резерва. 10 человек. Первоначально заявок было 200. В Рио на днях вручил избранным сертификаты, плюс им обещано устроить собеседование с представителями властных структур. Вот как вам такой способ отбора? Вы знаете, я считаю, что это... И соглашение до 2020 года, 19-го заключено с ВИАТГУ, у правительства по поводу формирования губернаторского кадрового резерва. Я с большой радостью узнал, что сделан этот первый, хоть и небольшой, но шаг в этом направлении. Потому что как раньше это происходило, никто же об этом не знал. А теперь говорится о том, что в первую очередь важен никакое у тебя, скажем так, родственное отношение. Ну я тоже об этом хотел сказать. Как мы уже знаем, с вас, брат, приходи, конечно. А еще берется в расчет компетентность человек, который претендует на какую-то должность. Дефицит профессиональных кадров, он весьма и весьма остро стоит сейчас перед органами государственной власти Кировской области. Исполнительный. Как это делается в агентстве стратегических инициатив, я просто вам сейчас для сравнения. Также проводится набор по всей стране, но проводится он на конкретную должность. То есть сразу же называется должность, которую займет выигравший данный кадровый конкурс. К сожалению, пока, но я думаю, что это пока, в Кировской области не так. Им всего лишь обещано провести переговоры с руководителями органов исполнительной власти. Нельзя так пока уверенно говорить, что они точно сядут в кризис. Да, возможно, мы просто с вами не знаем, но есть какой-то внутренний циркуляр в правительстве Кировской области, что вот эти люди должны точно работать в органах исполнительной власти. По крайней мере, это не декларируется. Но вот как это делается на федеральном уровне, я вам сказал. Обозначается конкретная должность с конкретной заработной платой, конкретными условиями труда и конкретной локации. И вот уже под это, со всей стороны, проходит набор. А у нас, я думаю, что это следующий шаг. Ну, я так понимаю, что, да, на ваш взгляд, можно было бы попробовать. Ну, как же, нет, я согласен, когда человек реально понимает, чем он будет заниматься, сколько он будет получать. Да, мотивация сразу растет. Как бы постараться это стоит ради чего. Когда ты знаешь, что ты точно идешь вот на такую-то должность. Надо тебе это или не надо. А возможно, тебе не предложат то, что ты хочешь. Поэтому, я думаю, что это, конечно, первый шаг, но впоследствии... Ну, давайте остановимся на том, что мы посоветуем, дадим такой добрый совет оба правительству и ОТГУ озвучивать конкретные места, на которые набираются люди в губернаторские кадровые резервы. Хорошо, остается не так много времени. Еще интересная тема, надеюсь, шум, поднявшийся в ОЗС, я имею в виду, из ежемесячных компенсаций в сумме порядка 10 тысяч рублей на депутата на осуществление непосредственной депутатской деятельности. Как заявил спикер парламента Владимир Быков, лучше эти деньги пустить на детский спорт, а это порядка 7 миллионов рублей на последнем пленарном заседании. Как известно, ОЗС проголосовала за отмену этой компенсации. Единая Россия в целом поддержала, вернее, целиком поддержала, а оппозиция целиком была против этого самого. Но вот отменили, оппозиция ссылалась на то, что эти деньги очень важны, очень нужны на те же транспортные расходы, что у них у самих, у многих зарплаты невелики, все это тяжким бременем на карманах ляжет, но все-таки отменили. Вот я считаю, что, конечно, шум, на самом деле, буря в стакане. Почему? Потому что это их сугубо внутреннее депутатское дело. Уж такую огласку придавать, ну да, интересно, ну 7 миллионов, ну 10 тысяч, ну поспорили. Давайте спорить о чем-то другом, об экономике, например, как ее развивать. Но тем не менее, вот я думаю, что... А там есть люди компетентные спорить? Так и есть, есть. Есть, есть. Да, действительно, мы работаем с рядом депутатов законодательного собрания, которые в адеквате обсуждают наши предложения, которые действительно как бы советуются, что делать дальше. Ну, возвращаясь к теме, невелика сумма работы депутатом, это прежде всего служение, и на этом пути как бы есть жертвы большие и маленькие. 10 тысяч это точно не самая большая жертва, да, в работе депутата. Вот точно. Ну, я говорю, что это сугубо их вот внутреннее дело. Пусть договариваются как-то. То есть, вам, видимо, непонятно, почему так активно тему муссировалось. Да, из чего новость-то, казалось бы. Ну, отменили, отменили. Отменили, отменили, да. Хорошо, две минуты остаются до конца нашей беседы. Хочу вас спросить по поводу тех событий, которые вошли в список 16 самых важных событий по мнению городской администрации, вернее, по мнению депутатов Кировской городской думы, я вам отправлял вчера ссылку, да, посмотреть на это. Самые значимые события 2016 года, касающиеся развития областного центра, инициатором стали депутаты Кировской городской думы, 16 пунктов в этом перечне. Вас что-то заинтересовало? Вот я посмотрел весь список и, конечно же, обратил внимание сразу же на участие активистов, значит, за контролем, за ремонтом дорог. Группа общественного контроля, да. Да, это действительно значимое событие. Мы считаем, безусловно, вот привлечение денег дополнительных в регион, это очень большая их заслуга. Именно активистов, тех людей, которые выезжали, работали, делали. И все мы с вами, как автомобилисты, это в какой-то части и увидели. В других событиях, я просто не понимаю, событие это или нет. Продолжение строительства путепровода в микрорайон Чистые пруды, то есть, да, если разбить, в чем событие? Продолжение. Продолжение. Но это не событие, вы согласитесь, это процесс. Процесс, да. Ну а на ваш взгляд? А на мой взгляд, самое важное событие уходящего года, это то, что смена руководства, кардинальная смена руководства в регионе, начиная от губернатора, заканчивая прям министром и некоторыми специалистами. Вот это, да, это событие. Хотя осознательно минус. Хотя это самым неожиданным образом случилось, не планировалось. Образ был, конечно, неожиданный очень. Но событие, безусловно, ну тут не поспоришь, оно вот это самое важное и главное событие, которое повлияет на жизнь каждого человека в Кировской области. Заканчивается на этом особое мнение. Я благодарю нашего гостя Олег Кассин, президент и председатель управления Кировского фонда поддержки и предпринимательства содействия. Я думаю, своевременно с наступающим. Благодарю и вас также, с наступающим. До свидания. До свидания.